Продолжение следует... ...бурю положительных эмоций, заставляю двигаться вперед, смотреть на мир другими глазами. В эфире программа «Пойдем домой». Здравствуйте! Милене 2 года 10 месяцев. Девочка добрая, открытая, внимательная. Она относится к такому типу людей, которые во всем любят чистоту и порядок. Это касается как вопросов внешнего вида ребенка, так и окружающей его обстановки. Ой, испачкалась. Пожалуйста, давай я тебе вытру. Вытру краю. Маленькую точечку. Испачкала? Не, испачкала. Я тоже. Баночку испачкала, да? Имеете баночку. Вытери баночку. Да. Милену можно назвать маленькой хозяюшкой. Она с удовольствием ухаживает не только за своими игрушками, но и за ровесниками. Вот, Лялька, иди ко мне. Стой. Вот она. Да, сюда посадят. А другое. Ига. Да. Любимая игра девочки – дочки-матери. Она позволяет ребенку погрузиться в домашнюю атмосферу, реализовать недостаток родительского внимания через заботу о куклах. Отвлечь Милену от любимого занятия не так-то просто. Это получилось только тогда, когда девочки предложили другое, не менее интересное занятие. Вот так. Давай, кто быстрее, кто быстрее, кто быстрее, кто быстрее, кто быстрее. Поймала. Поймала? Ну вот, а я опоздала. Мельные пузыри нравятся всем без исключения. Они парят в воздухе, переливаясь радужными красками и всегда вызывают улыбку. Мелена с удовольствием надувала большие и маленькие шарики, которые приносили море радости и счастья. Чем больше ребенок увлекался процессом, тем меньше оставалось мыльного раствора. Пузыри закончились, но Мелена совсем не огорчилась, а пошла выбирать новый наряд. Все девочки модницы. Нам нравится хорошо выглядеть и любоваться собой. Мелене нравится слушать детские сказки. В них добро всегда побеждает зло. Книги – это лучший друг маленьких почемучек. Они помогают детям удовлетворить природное любопытство, знакомиться с окружающим миром и постепенно готовят к школьной жизни. В семье, мне кажется, ей будет очень хорошо, и кто ее возьмет, будет очень счастлив и доволен. Потому что это такая умница, такая ласковая девочка, такая помощница. Она будет замечательной дочкой. Больше всего Мелена любит проводить время на свежем воздухе. Оно и неудивительно. На дворе лето, природа бодрствует, организм полон сил и хочется совершать новые открытия. На улице полно шишек, а в умелых руках это ни много ни мало материал для подделок. Собираем их в ведерко и идем к столу, где уже находится коробочка с пластилином. Придумываем композицию. Сегодня это будет лошадка. Шея помогает сделать воспитатель, а ноги Мелена лепит сама. Сначала скатывает из пластилина шарики, а затем придает им нужную форму. Немного усердия и ноги для будущей подделки готовы. Еще пара минут и работа завершена. Она очень любит ухаживать за маленькими нашими ребятками. Вот в игре в кукольном уголке она не с кукольми даже больше играет. А вот с маленькими ребятками начинает их кормить и приговаривает. Там Андрюша, кушай кашку. Кашка очень вкусная, сладкая. Открывай ротик. Ее удовольствие доставляет, когда она вот это вот все произносит. Она отображает то, что видит. Она может взять тряпочку и начинает полочки протирать. Такая дымовитая помощница наша. Или увидит у кого-нибудь, сняли туфельку. Можно я туфельку надену у Илюши? Прям спрашивает, сама помогает. Пусть у Милены что-то не получается. Но все равно она старается. Милена подвижная девочка. Ей нравится преодолевать препятствия. Пока ребенок мал, рядом находится воспитатель. Он помогает забраться по лестнице, учит правильно спускаться. Песочница – то место, где Милена может возиться часами. Ведерко, лопатка, разнообразные формочки. И ребенок погружается в творчество. Здесь одновременно можно почувствовать себя строителем и поваром. Создавая необыкновенные башни и выпекая пирожки. Какая вылезная. Тихо, не пожалуйста. Ну давай, отряхну. Давай, давай я тебя отряхну. Ой, как. Давай, насыпай песочек. Клабашечку. Там, что, идет, дай мне пару. Другую? Да, другую. Какую? Эту. Какую? Клабашечку. Вот эту? Да, вот эту. И в песочнице Милена не забывает о своем внешнем виде. Отряхивает платьицы, чистит башмачки. Ей очень нравится, когда ее гладят. Вот она приходит, подходит и просто приложится. Так говорит, погладь меня, пожалуйста. И прямо ей доставляет такое удовольствие, когда ее гладят, ласкают. Вот ее подержали немножечко около себя. И она пошла дальше играть. Очень хочется, чтобы у Милены нашлись родители. И чтобы она могла с ними поговорить, прижаться, уласкаться. Очень хочется нам всем, чтобы посмотрели, приехали и сказали, Милена, пойдем домой. Тогда будет счастье и для нас, и для ребенка. Милена старается справляться со своими трудностями самостоятельно. Но она еще совсем мала. Ей необходима забота взрослых, которые смогут подарить ребенку свою любовь и наполнить жизнь маленького человека счастьем. Более подробную информацию о детях вы можете получить в Управлении опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Орехово-Зуевскому муниципальному району и городскому округу Орехово-Зуева. Адрес – город Орехово-Зуево, улица Пушкина, дом 9. Или по телефону 8-496-4-22-09-36. В завершении программы хочется пожелать Милене как можно скорее услышать заветную фразу «Пойдем домой и обрести семью». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова